Приветствую любителей предметно-материальной истории. Давича приобрел целый багажник антикварной литературы и хотел вас ознакомить с содержимым в прямом эфире. Но GoPro, к сожалению, совершенно перестала дружить с российскими аккаунтами и прямой эфир не удался. Поэтому покажу вам содержимое этой коллекции в записи. Хочу отметить, что благодаря YouTube вся эта коллекция уже продана. Буквально через несколько часов после публикации ролика позвонил заинтересованный коллекционер. И уже утром он приехал и после осмотра этой литературы выкупил полностью всю коллекцию. Эта коллекция потрепанных антикварных книг довольно быстро нашла нового владельца. Что в очередной раз подтверждает аксиому антикварного маркетинга. Хороший предмет продать не проблема, ты попробуй его купи. В антикварном маркетинге еще много различных правил. И если вы хотите их узнать, подписывайтесь на канал и смотрите ролики. А вас, друзья, погрузиться в самое нутро антикварного ареала я приглашаю 4, 5 и 6 ноября. В арт-центре «Бронзовая лошадь» в эти дни пройдет маркет. Мы его проводим. Каждые полгода маркет «Антиквариат» и «Винтаж». Здесь собираются заинтересованные в предметно-материальной истории лица. Совершают покупки, продажи. И совершают самый выгодный процесс или вид оборота антиквариата. Это обмен. Поэтому приходите и попробуйте себе что-нибудь интересное выменять. Книги разделены на три части. Это история, экономика, немножко художественная литература и правовая литература. И начну с различной психологии и философии. Это трехтомник, том 2. Том 2 разделены на две части Христофа Зигварда. Учение о методе. Учебник по логике. Том 1. Учение осуждений, понятий и вывода. То, что я успел посмотреть, довольно редкий учебник, но в продаже из-за того, что в плохом состоянии. Они обычно, так как выходили в мягких обложках, от трех до пяти тысяч за всю вот эту подборку. Еще один учебник. Скорее всего, сшитый журнал, как тут и написано. Поэтому обложечка в довольно хорошем состоянии. Вопросы философии и психологии. Журнал 1897 года. Типография высочайшего, утверждена товарища Куку Крешева. Обратите внимание на библиотечный штампик. Библиотека для нервных больных доктора Платонова. Чтобы нервные себя успокаивали, читали книжки о философии. Введение философии, наука и школа Лосский, 918 год. То есть уже издавалось после революции. И, скорее всего, здесь идет уже речь о буржуазном обществе, которое мешало и продолжает мешать жить всей планете. Так, в печальном довольно-таки состоянии книжка. Шеслер. Кто-то успел пометить, чтобы книжка никуда не уехала. На всех страницах. Учебник логики для гимназии и самообразования. Всевозможные упражнения для того, чтобы научиться логически мыслить и рассуждать. Сколько стоит? Не могу сказать. Ну вот, в печальном совсем состоянии. Такая литература. Эволюция идей божества. Основа, основоположение. К метафизике нравов. Очерки из новой истории. Москва, девятьсот девятнадцатый год. Вот эта вся коллекция, скорее всего, формировалась не по принципу коллекционных книг. А именно ценность имел информационный материал в них таящийся. Так как интернета не было, а какие-то нужно было писать труды. И информацию выбирали как раз из подобных книг. Вот политические идеалы древнего и нового мира. Выпуск. Кипография. Непонятно. Видите, страницы оторваны. Но информационная ценность довольно-таки интересная. И вот здесь можно увидеть подчеркивания. Скорее всего, они перекочевали в какие-то курсовые или дипломные работы. Так как книги, скорее всего, принадлежали какому-то профессору. Связанному с политэкономией. Архив истории труда в России. Выпускаемый учетной комиссией по исследованию истории труда в России. Петроград, 1921 год. Петроградский губернский совет профессиональных союзов. Сейчас попытаемся найти. А вот тираж, смотрите. Всего лишь 5000 экземпляров. Я думаю, что довольно редкая книженция. И, возможно, даже исканов нет. Здесь, видите, описание по различным губерниям. Где, чего, сколько, в каком объеме, нужно посмотреть. Это материалы. А материализм и критика его значений в настоящее время. Тоже, как мы видим, состояние книги довольно печальное. Но ее вполне можно отреставрировать. Чем и займется новый владелец этой интересной коллекции. Я вам честно скажу, когда протирал книги, зачитывался, так открываешь и погружаешься совсем в другую жизнь, которая была уже больше ста лет назад. Это что-то, скорее всего, художественное. Да. О компромиссе перевод с английского. Что-то, связанное с психологией. Библиотека самообразования. Жизнь современных народов. Дозволена цензурой. Санкт-Петербург. 9 августа 1905 год. Ремесленный хозяйственный строй. Ну, вот, наверное, как учебники в советское время можно было вполне даже редкие, причем. Учебники с редкой информацией. Чертки экономической политики. В поисках нового мира социалистической общины нашего времени Михаил Туган-Барановский. Присяжный, поверенный Михаил Петрович Шувалов из его библиотеки. 1913 год. Он еще не знал, что через буквально несколько лет социализм его поглотит вместе со страной. Видно, что книжечку читали и рассматривали. Картинки. Последние. Игри. Положительные задачи философии. Часть первая. Область умозрительных вопросов. Москва. 1911 год. Метафизика. Сверхъестественные деятели. В начале 20-го и в конце 19-го века в Муде были различные общества, занимающиеся всевозможными спиритическими опытами, психологией, всевозможными гипнотическими опытами. Книжный магазин Харьковского совета рабочих и крестьян. Основное учение о политической экономии, о социальном хозяйстве. Юлиус Платтер. 1908 год. Очень интересные печати иногда попадаются из книг Тодрановского теории исторического познания. Такая довольно специфическая литература. Думаю, интересная. Только... Ага. Вот, пожалуйста, квиточек. Всеобщая психология. Сикорский. Количество книг одна. 250 рублей. 1992 год. Товаровец-датчик. Довольно дорогая книга была. На то время. 250 рублей. Стоил поддельный спортивный костюм Adidas. Китайский. Часто книгу смотрели. Химического карандаша след. Другого карандаша след. В очень печальном состоянии. Но. Все на месте. Вот. Несколько раз проходило через различные бутинистические магазины. То есть и пользовались. Читали. Потом сдавали. Магазин. Очень интересно. Ну, подлежит реставрации. В принципе, корешок целый. Обложка целая. И страницы все на месте. Поэтому специалисты смогут эту книгу восстановить. И, возможно, ценность ее увеличится. Очередной учебник логики Вениамина Снегирева. Систематический курс чтений по логике. Профессора Казанской Духовной Академии. Библиотека Черкасск. Библиотека Черкасск. Мужская. Мужской. Продолжаем. И это уже пошла экономика. Кто-то оставил автограф на книжечке. Книжка в мягкой обложке. Ну, смотрите, какая белоснежная бумага. Наука о народном хозяйстве в отношении к земледелию и другим отраслям первоначальной промышленности. Науководство и книга для чтения государственным и сельским хозяевам. 1869 год. Вычерки основных положений политической экономии. Руководство для приступающих к изучению. Москва. 1895 год. Я думаю, тираж совсем маленький. Ну и скорее всего, скорее всего была жесткая обложка, которая была утрачена, хотя нет. Смотрите, на корешке написано, значит и обложка была мягкая. Просто утрачена. Мягкая, а не жесткая. Национальное государство. Империалистическое государство и союз государств. Москва. 1917 год. Ну, это скорее всего уже про империализм. Как он везде унижал рабочий класс. Политические мыслители и моралисты. Первый, третий, девятнадцатого века. 1900 год. Ну, как итог, наверное, о политических деятелях в девятнадцатом веке. Курс политической экономии. Рекламка. В хорошем состоянии книжечка. Почти ее... Почти не читали. Ровные корешки. И целенькая обложка. Ну, это, я думаю, нужно устранить. Стоило в Москве тогда рубль пятьдесят. Если перевести на сегодняшние деньги, будет где-то около четырех-пяти тысяч рублей. Смотрите, печать какая интересная. Севастопольская библиотека. Офицерская библиотека. Об условиях развития крестьянского хозяйства в России. Интересно, зачем морским офицерам условия сельского хозяйства в России. И кто-то уже шариковой ручкой наваял. Вот оболтусы портят книжки. Их следы потом остаются. Вот, видите, что-то выписывал. Рабочий состав семьи. Количество земли. Видимо, для курсовой работы. Еще и намалевали чего-то. Нигедяи. Испортили книжку хорошую. Древний Восток. Первые уроки истории. Девятисот и бед. Знание второе. Дополненное. С картинками. Интересными. Наверное. Да. Древний Египет. Раскладка. Раскладка картинок. Из раскопанных пирамид. Начало политической экономии с некоторыми примечаниями по экономии. Девятисотый год. Тоже вся в пометках. Здесь, по крайней мере, карандашом. Но для того, чтобы ее привести в порядок, она стала коллекционной. Все эти пометки придется реставратору стирать. Не все он сможет стереть. Так как вот вижу, пометка сделана черной ручкой. Итак, книжечка в неплохом состоянии. Выровнять корешки чуть-чуть. Подклеить обложку. И удалить подчеркивание от прямого народоправства к представительному. Москва. 1906 год. Густав Шмоллер. Библиотека экономиста. И тут какие-то брошюрки мелкие, которые выходили маленькими тиражами для узких специалистов. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. 1898 год. Да, вот так открываешь книжку и погружаешься туда. Сколько интересного всего там. Другая жизнь. Нам неведомая. Курс истории древней философии. 1910 год. Кто-то намазал фамилию, потом пытался затереть ее. Спасибо, не отрезали страницу. Что-то уже переклеенное. В советское время узнаю. В Советском Союзе такую бумагу очень любили. На переплетах. Ага, астрономия. Лекции по астрономии. И листы, обратите внимание, обрезаны криво, когда книжку ровняли в типографии. В общем, про звезды. Ну, читать это довольно сложно. Видите, как ее сшили насквозняку веревками. Ну, информационная ценность у книжки еще есть. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Какая интересная книжка для фабрикантов. 1922 год. То есть уже фабрики были все приватизированы. А книгу про русскую фабрику все-таки решили издать. Диаграмма есть. Смотрите, цветная. Какой-то год. 22. Все равно. Цветную картинку для 22 года. Надо вставить рабочий хлопок, чугун. Не вижу. Мелкий шрифт очень. Вот такая книжечка для экономистов. Думаю, будет очень интересно. В качестве справочника. Наоборот. Юлиус Платтер. Основное учение политической экономии. Культурно-просветительская библиотека. Труп. Вот так вот. Новая идея в экономике. 1914 год. Теория денег. КНАФПА. Наверное, кто-то, кто интересуется теорией денег, будет интересно. Значит, не рыночная цена серебра определяла интервалютарный курс страны с серебряной валютой. А как раз наоборот. Интервалютарный курс определял ближайшим образом рыночную цену серебра. Все эти рассуждения применимы, конечно, и к золоту. Вот такие рассуждения про деньги. Современный социализм в своем историческом развитии. 906 год. В печальном виде, конечно. Она и тогда была дешевенькая. В виде буклета такого. Корешок потерялся уже. Туган Барановский. Не первая книжка на эти темы. Потрудился. Вот снова, видите, профессор Туган Барановский. Вздорожание. Интересно. Вздорожание жизни. Всеобщее вздорожание и специальное вздорожание. Не удорожание у нас изменилось слово, а вздорожание. Интересно. Потому что вот, опять же, всеобщее повышение и понижение цен есть, но в то же время вздорожание жизни. Вычерки по истории рабочего класса в России. Что-то, возможно, даже свежее. Очень похоже на советское. Конечно, издательство. Экономическая жизнь. Советский Союз. Год не вижу. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов и общая теория кризисов. Опять же, Туган Барановский. Про российские кризисы. Интересно. Ничего не писал. Статьи о русском сельском хозяйстве. Причем, смотрите, какая-то библиотека написана на иностранном языке. Очень интересно. Как она попала сначала туда? Москва, 1883 год. Сначала книга. И еще один раздел из этой коллекции, из этого набора. Коллекции сложно назвать. Это правовая литература. Вот лекции по энциклопедии права. Москва, 1914 год. Как и прежде, мы видим, что состояние книг коллекционера мало волновало. Его интересовала больше информационная составляющая. Есть еще какая-то книжка. Есть вот обложки. Разделяются. Вот есть уголовное уважение. издание 1909 года. Тоже нет обложки. Никакой. А здесь была, скорее всего, мягкая. Вот сохранился корешочек. Обзор истории русского права. Что-то старенькое совсем. И опять пометки. Обратите внимание, как портили коллекционную ценность книг вот такими пометками. Это уже простой карандаш, конечно. А еще и писали. Что-то можно стереть. А что-то уже останется навсегда. Если это химический карандаш, то стереть его будет довольно сложно. А вот какой-то книг Творк. 1976 год. Нету года издания истории русского права. Право на полный продукт труда Мангер с волнами. Книжечка в неплохом состоянии. Книга издательства Колокола. Цена 30 копеек. Москва 1906 год. Перевод с немецкого. Революция все-таки пришла к нам из Германии, судя по литературе. Библиотека Вахитова. Учебник истории римского права. Перевод с немецкого, опять же. 1892 год. В хорошем состоянии. Книжечка целенькие. целенькие все обрезы и корешок красивый. Немножечко его подклеить. И будет красивая подарочная книга по истории римского права. еще система римского права 1904 год. Если бы еще не портили книжки ребята, которые конспекты делают, было бы вообще замечательно. учебник новой истории. Не туда попал он, не в ту стопку. 1 марта 1881 года. Петроград 1918 год. Что это такое? Какие-то письма. письма, отчеты. А, это какие-то обвинительные заключения и отчеты судов. Вот. Да, какие-то заседания. Закон и быт. Пучерки исследования из области нашего реформированного права. Москва 1891 год. Маленькая книженция. Довольно интересная. Что-то завернуто в бумагу, скорее всего, из обложки. Юридическая природа землепользования 1914 год. Бумага такая еще советская, совсем с кусками чего-то. История римского права. Вот уже советское издание. Сразу качество бумаги. очень сильно отличается. Она рассыпается и крошится буквально на глазах. Интересно просто как артефакт. книжечка Это нет нее. Сборник статей к юбилею судебной реформы 1914 год. в мягкой обложки. А вот еще кусок обложки сохранился. В принципе можно восстановить и привести в порядок. И будет книжечка. Все на месте. Городское самоуправление отчерки и опыта. 1901 год. Отчерк английского судоустройства в связи с судом присяжных. Петербург. 1866 год. Суды присяжных перетянули в Россию и описывали как это происходит. Новые идеи в правоведении. Эволюция преступлений и наказаний. Вечная тема для России. Бесконечная тема для книг. Учение об уголовных доказательствах. Узнаем как это все доказывается. все по книжкам по старинным. Протокол осмотра должен отличаться объективностью. А личный осмотр должен быть произведен в присутствии свидетелей. В общем всякие правила и условия и им посвящены целые разделы как правильно себя вести. И это начиналось еще. Сейчас посмотрим. в 1910 году издание книжного магазина законоведения. еще учатся скажем так. Снова сборник новой идеи в правовидении. книжечка «Государственное право важнейших европейских держав». описывается как живут буржуйские страны и какие у них законы права короля права короля «Полицейское право» «Полицейское право» «Всесоюзный институт юридических наук» «Библиотека всесоюзного института» проверено вот как печать стоит 1876 год. Я думаю вот эта книжка она довольно редкая. «Полицейское право» «Печать интересная». «Особенная часть русского уголовного права». Особенный сравнительный очерк важнейших отделов «Особенной части старого и нового уложений 1912 год». Сравнительные всевозможные характеристики «Снова понетки везде». В хорошем состоянии обложка смотрите в каком. Что это у нас книжечка? «О, вот эта как раз она была сверху в багажнике. Была куплена в 92 году за 100 рублей 1915 год. И снова химический карандаш. Возможно даже разный химический карандаш. кочевали книги от одной курсовой от одного диплома к другому. Вот так. Государственная дума стенографические отчеты 1906 год. Интернета не было, телевизора не было. Поэтому все, что в думе говорилось, что предлагал председатель, остальные депутаты, все это стенографировалось, потом печаталось и издавалось. Можете себе представить, сколько тратилось времени и денег на то, чтобы записать всех этих депутатов, что они говорили это все напечатать и сдать. Просто кошмар какой-то. я предлагаю внести в этот параграф поправку. сказано о доведении до сведения министра внутренних дел и министра юстиции. В данном случае выражение министра внутренних дел или министра юстиции не имеет исчерпывающего значения, так как целыми областями России подведомственны другим министерством, так например область войска Донского подведомственного военного гимназии библиотека черкасской мужской гимназии типография Адольфа Дорем 1901 год Очень любили везде штампики ставить вероятно чтобы не украли книгу но в итоге она все-таки оказалась в бутинистическом магазине Логика как часть теории познания профессор Петроградского университета Веденский 1917 год Такой знаковый год для России когда жизнь резко изменилась Сейчас у нас каждый год тут знаковый Законы подражания Интересное название Зачем-то вырезали кусок Скорее всего здесь было обозначение библиотеки А чтобы неизвестно было из какой библиотеки украли книжку Кто-то ее обрезал наверняка где-то еще между страниц возможно вырезанные вот такие куски штампи 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 страниц все на месте несколько штампов антикварных библиотеки бутинистических все время путаюсь в советском союзе не было антикварных магазинов бутинистических магазинов от чего таблошка уехала сейчас посмотрим что это главное что она на месте таблошки такие подбирать очень сложно вот пожалуйста рабочий вопрос его значение в настоящем и будущем 1895 год борьба за привилегированное проложение капитал и труд все время мучил русскую русскую литературу вот этот вопрос рабочих и их содержание сейчас это тоже очень актуально персонал очень сложно искать рабочий логика Дегеля Николай Грот тоже оставил о себе видите и так написал и штампик поставил что это его книга теперь уже не его а социанизм психологический и гносиологический что себе слова какие гносиологический не буду вас загружать вчитываться сложная жесткая психология теоретическая маленькая книженция жизнь замечательных людей соловьев несколько библиотека фундаментальной фундаментальная библиотека епархии женской епархиального женского училища училища вот что смог прочитать да когда-то училище развалилось осталось только книжка вот в неплохом состоянии третий четвертый том основное основание психологии герберта спенсера странички каким-то образом специалисты отбеливают они становятся чистенькими обложка здесь вот одна из немногих книг из этой коллекции с более-менее целой обложкой целым корешком немножечко выровнять и подкрасить подкрасить обложку и отбелить страницы и будет почти как новая и кожу пропитать чем-то чтобы она не ломалась малюсенький буклетик психологии логика как виние философию реклама в начале Рига единственный представитель для всей России книга издательства Зихмана в Риге русское издание задачи ведения философии книжечка для поезда раньше самолетов не было люди очень часто ездили в поездах в пролетках длительное время проводили и брали с собой почитать вот такие маленькие книжечки потом эта мода перешла и на Советский Союз на вокзалах все время продавали маленькие книжки чтобы было удобно их возить с собой энциклопедия философских наук Гегеля философия духа очень специфическая литература для советского периода это были просто шедевры мысли если просто даже почитать и запомнить эти выражения сделать конспекты то можно прослыть очень умным психология без всякой метафизики профессор все тот же Веденский уже его книга попадалась видите да 1917 год экономили на всем и в мягких обложках делали книги еще книга но опять же в мягкой обложке хотя не факт что это родная обложка 1888 год о необходимости и возможности и психология общая экспериментальная 1915 1915 Брагаус Ефрон библиотека самообразования Карьева мы так понимаем Брагаус и Ефрон это было просто издательство или торговая марка такая общественной науки учебник какой-то вот в хорошем состоянии книжечка такой интересной обложки мягкой профессор гера фюстет бекуланш штук ланш наверное больше такая тоже походная книжечка которую могу почитать в поезде клад журнал политики общественной жизни народного хозяйства науки литературы и сведений из практической жизни выходит два раза в месяц 24 книги в год книга пятая 1907 год катастрофа в думе навсегда катастрофа уже 150 лет у нас катастрофы какие-то рассказы о жизни России в конце 19-го века какие-то пометки даже вот есть клад вот какие номера здесь сшиты сшиты уже просто журналы интересная обложка кожа змеи шуршавенькая очерки новейшей истории политической экономии и социализма 1906 год бумага приятная на ощупь книжечка чистенькая тоже одна из немногих книг которые находятся в хорошем состоянии и на корешке сохранилась тисненая надпись курс истории древней философии Москва 1915 год уже довольно дешевенькая обложка послевоенное время в России проблемы трагедии и поэтому хотя бы такую литературу выпускают и на том спасибо психология учебник психологии для гимназии самообразования с рисунками в тексте какая-то стоит библиотека но штамп уже не виден совсем история средневековой философии обратите внимание 1912 год и уже обложечка мягкая то есть книжки выпускали в том числе и дешевые здесь перечислено магазины представительства товарищества культуры психологическая хрестоматия о состоянии здесь говорить не приходится здесь ценность только информационная потому что бумага рассыпается в куски ну и обратите внимание дореволюционные книги у них качество бумаги несколько лучше это уже сыпется крошится но она издана в 1927 году для высшей школы это наверное для институтов уже делали общая история философии 1912 год дешевенькое издание но можно сравнить вот с 1927 качество книги неплохое все на месте вот что-то что-то вырезано какая-то картинка была отрезана вроде бы все странички на месте а вот еще есть какие-то пометки на обратной стороне скорее всего это номера страниц который записывал человек этот испортив книгу возьми какой-то лист бумаги записывай зачем же книгу портить книжка была какой-то иностранной библиотеки больше печати никаких нет в среднем скажем так в плохом техническом состоянии плановое хозяйство 1938 год ежемесячный политико-экономический журнал ну конечно портреты вождей в таких книгах были обязательно чтобы их при встрече могли узнать и не пройти мимо а поклониться для этого их везде рисовали но так если бы не было портретов никто бы не знал как они выглядят и проходили бы мимо а так кланяться будут обязательно обложка отъехала история экономических учений 1918 год профессор Шар Жит и профессор шар шар рис сразу советские книжечки после революционной бумага на ощупь ужасная как туалетная не хочется не хочется листать сущность исторического процесса печать клецкой библиотеки какой-то а здесь вот библиотека зачеркнута в которой была роль личности в истории личность культурной истории кто-то даже заключил полиэтиленовую обложечку книжку для того чтобы она не портилась наверно ее читали история западной европы новое время том 3 1913 год какие-то сохранились записки конспекты с цифрами то ли книжки то ли страницы почерк детский скорее всего кто-то писал по этим книгам какой-то доклад или реферат по истории книжная торговля в Харькове Кетлеровой 1888 год лекции по всемирной истории тяжелая обложка книжной очерки аграрной эволюции России первой страничкой воскресенье первоначальная дифференциация земледельческого населения в Древней Руси и снова все в пометках явно использовалась как информационный материал поскольку интернета не было сейчас многие из этих книг оцифрованы но так беглый беглый осмотр показал что не все книги оцифрованы и среди книжек есть довольно редкие которые еще никак не оцифрованы прогресс и бедность средства помощи причина упадка промышленности увеличение бедности растущей вместе с увеличением богатства Санкт-Петербург какой год не вижу будет оставить на прогрессе и бедности может быть в конце есть нет ни в конце ни в начале нет ни тиража ни издательства возможно вот здесь страница была и она выпала сборник материала отлезет изучение сельской поземельной общины императорских вольного экономического и русского географического общества первых сколько коней и сколько душ во дворах это 1880 1880 год строилась Россия в конце 19 19 века 19 20 20 социализма 19 20 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 книга когда-то была профессора тюбингис генского университета были учебная книга древней истории обложка такая приятная какая-то тогдашняя синтетика как будто винил 1905 год с историческими картами вот они и карты цветные рост римских владений римской империи вот как выглядела планета с точки зрения до революционных зрителей интересно 1 рубль 35 копеек стоимость книги была целый корешок хорошая обложка из библиотеки Николая Васильевича Крыленко из книг Крыленко даже прописью написал 1904 год 10 лет реформ 1861 1871 год издания 872 финансовая реформа административная судебная реформа как они прошли и что изменилось после реформ интересный отчет родовой быт настоящим недавним и отдаленным прошлым опыт в области быта сравнительной этнографии и истории права следы утробного рода у арийцев по англосаксонским законам право мести за замужнюю женщину и право получения за нее композиции принадлежит не мужу или его роду а ее собственной семье возникновение народного хозяйства 1907 год Карл Бюхер такое состояние книжка несет себе только информационную ценность теория субъективных публичных прав рождественский Москва 1913 год в хорошем состоянии книжечка пробовая не туда заехала бюджетный вопрос государства с представительным правлением Ростов на Дону типография Донская речь 1905 год буклетик маленький и вот буклетики разные стоили полторы копейки обратите внимание цены какие были кто-то спрашивал что можно было купить за пол копейки вот копейка и пол копейки можно было купить книжечку Канапницкого или Наживина в степи за полторы копейки очерки общественного и государственного строя Древней Руси наверное интересно тоже все подчеркано все перекочевало в рефераты если в поиске вбить вот эти фразы наверняка найдутся владельцы этих рефератов родовой быт продолжения или такая же книжка теория теория исторического процесса профессора хвостова курс лекции 1919 год уже после революции здесь здесь ругают буржуев хвалят рабочих министру я предлагаю такую редакцию до сведения надлежащего министра для зависящих распоряжений в общем тоже что-то что-то решали что-то предлагали какие-то обсуждения были и все это стенографировалось и набиралось и это только первое заседание можете себе представить сколько там томов было таких и еще одна книжечка этика фихты основа права и нравственности в системе трансцендентальной философии модное слово какое в редакции газеты речь для отзыва от автора вот пожалуйста автограф автора возможно автор не расписался вышеславцев Москва 1914 год посвящаю памяти моего отца идея как система идея как бесконечная задача в общем слова блудья в каждом в каждом в каждой главе данности создания факта димнезис в каждом вот такая коллекция книг была приобретена и тут же продана склад издания товарищество общественная польза мне так названия нравится дореволюционные они такие смысловые сейчас название больше на английском языке а то бывает так что одно слово на английском одно слово на русском и попробую прочитаю видение философия уже кто-то конспект делал что-то помечали но сделано обратите внимание еще перьевой ручкой очень тоненькой написано без пометок вполне даже в хорошем состоянии книга родная красивая такая голубенькая обложка вот прекрасно в состоянии книженцы с рисунком волн на обрезе страниц общедоступная философия Аркадия пресса исследования человеческом разуме книжный магазин знания вот здесь уже Александр Михайлович Левин библиотека еще чья-то была библиотека но прочитать не могу издательство КОС Петроград система социологии социальная аналитика Петроград 1920 год Советский Союз пахнет от этой книги желтизной страниц в неплохом состоянии книжечка старый порядок и революция Москва 1896 год как-то рановато они старый порядок и революцию книжку выпустили еще лет 20 подождать им надо было Невклидова геометрия Роберта Банола ох ты смотрите что интересно кто-то вот это вот все внимательно просматривал искал вот в этих формулах ошибки пересчитывал вот это все и внесли поправки сейчас тоже такие люди есть они тестировщики программ называются так называемые баги если я не ошибаюсь ищут вот люди находили вот эти ошибки писали в редакцию и соответственно вносились изменения изменения вносились вот таким образом вклеивалась бумажечка на которой было написано изменение в книге с надписью поправка то есть книга уже напечатана исправить ее вариантов нет а вот вклеить бумажку с поправкой вполне возможно вот книжечка профессора бехтерева общая основа рефлексологии человека я пытался найти что-то подобное мне заинтересовала книжка это 1926 год я в продаже нашел только одну за 50 тысяч рублей но она с автографом бехтерева вот не знаю сколько стоит без автографа возможно тоже интересное здание и тираж скорее всего очень небольшой это из личной библиотеки какого-то врача ну да 5000 экземпляров всего лишь тираж а учитывая качество бумаги думаю что сохранилось их очень немного вот такая подшивка журналов вестник знаний много там всего интересного особенно мне нравится читать рекламу тех лет реклама пианино довольно занятные бывают эти креативные ходы но вот пожалуйста швейные машины компании зингер остерегайтесь подделок мир до сотворения человека циммермана 1865 год вот я думаю что обложка жесткая утрачена здесь книжка была довольно интересная с описанием различных животных насекомых и растений и всех этих ископаемых в общем такое познание реально познание мира идет через книгу тяжелое что-то что-то про Россию ее а не только Россия какой-то гид по разным городам королевство Нидерланды Франция Берлин это какой-то курс курс географии к сожалению первая страница утрачена поэтому не совсем понятно что это же книга с описанием городов их народа населения книга на французском языке Купер дальше не буду коверкать язык чтобы вас не мучить практическая грамматика английского языка 1916 год всевозможные уроки для того чтобы быстро выучить английский язык погружение в английскую грамматику возможно она никак не изменилась с тех пор в отличие от русского языка который сильно поменялся библиотека новоторжского реального училища почерки психологии а здесь еще уже другая НТРУ фундаментальная библиотека отдел 2 1904 год натерпелось видно книжка читали редко смотрите видите срез довольно плотный целый ну вот помучили ее плохим хранением а вот эту зачитывали буквально до дыр критика чистого разума Кант ну конечно Канта читать было очень модно видите очень много пометок кстати такой карандаш химический уже попадался к которым делали отметки а потом это все перекочевывало вот простым карандашом уже пошли отметки Канты очень любили и до революции и после снова геометрия 1920 год какой-то автограф Эл Будьев октябрь 1922 года кому-то подарил книжку такую вышли из печати и поступили в продажу как наблюдать животных обзор римской истории 1912 год Рим не давал покоя российским императорам и соответственно было модно очень описывать жизнь в Риме ссылаться на право римское мода ветра осталась письма знатного иностранца да это какой-то иностранец путешествовал по России судя по всему и соответственно писал письма как ни прискорбно мне гражданину веселой Англии но чувство справедливости пересиволивать национальную гордость заставляет вполне согласиться с одним высокоуважаемым русским лордом отставным статским советником с которым я недавно вел беседу о многих предметах возвышенного характера подробности прочтешь ниже что крайнее невежество непроницательность и отсутствие маломальски заметных способностей в государственных людях Англии составляют общеизвестных и чай печальный факт в общем рассуждение иностранца о России и собственной стране ответ по Бернштейну антикритика антикритика тоже что-то связано социал-демократия модная тема на начало 20 века сейчас посмотрим Одесса 905-й год допущена цензура 19 июля записок Сергея Николаевича Глинки возможно и крестьян исторические очерки в России Александр 1 1908-й год общественное движение мая 1955-го дурацкая мода согласитесь рисовать на книге свою фамилию и дату если это конечно не автор который дарит книгу интересно из музыкантов вот две книжки таких довольно интересных бумажные деньги и металлы здесь в цифрах сколько чего стоило смотрите на какие даты сколько сталь стоило сколько золота стоило какой вексельный курс был довольно интересные книженцы с такой экономической информацией из прошлого сколько монет было начеканено в разные годы и сколько на это потрачено серебра золота и миди вот это 917-го года книжечка и 21-го года тоже занимательные книженцы называется золото и валюта здесь соответственно цены на золото и валюту и описание когда каким деньгам чего приравнивалось как раз в 21-м году начинали чеканить первые советские серебряные монеты подписывайтесь на канал впереди ждет много интересных историй из жизни антикварного ареала и его обитателей счет с на Продолжение следует...